В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В Казани на улице Карбышева загорелась квартира в многоэтажном доме. При этом огонь стал перекидываться с восьмого на девятый этаж. За открытым пламенем наблюдали местные жители, некоторые снимали происходящее на телефон. На момент подготовки программы о причинах инцидента ничего не известно. Однако, к счастью, пострадавших нет. В Нижнекамске молодой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. При этом дорогу переходит мужчина с ребенком. Однако удар приходится лишь по-взрослому. Ребенок отделался испугом. Мужчина получил многочисленные травмы, но, к счастью, жив. Думаю, то, что вина лежит целиком на хозяине корейской иномарке, очевидно. Однако, переходя дорогу, лучше лишний раз убедиться, что вас пропускают все водители. Тем более, когда с вами ребенок. Ведь таких вот летчиков в Татарстане хватает. На календаре осень. А что такое осень в нашей стране? Это, конечно, лужи, с которыми зачастую не справляются ливневки. От этого страдают как автолюбители, так и пешеходы. Следующий ролик в нашу редакцию прислали жители дома номер 28 по улице Ямашева. По их словам, во дворе в прошлом году постелили новый асфальт. Кстати, таким может похвастаться не каждый двор. Но, как часто бывает, дьявол кроется в деталях. Асфальт положили, а ливневки забыли. По этой причине даже при небольшом дожде двор становится водоемом. Вообще, как правило, за территорию у дома отвечает управляющая компания. Если она не выполняет свои обязанности, обращайтесь в госжилинспекцию. Все контакты можно найти на этом сайте. В Казани водитель «Лады» девятой модели, судя по всему, решил добраться до места назначения во что бы то ни стало. У его автомобиля то ли заклинило, то ли и вовсе оторвало колесо. Из-за чего машина двигается вперед под странным углом, а справа из-под заднего колеса летит сноб-искор. Пользователи соцсетей предположили, что девушка-хозяина «Лады», возможно, написала, что одна дома. И вот он помчался к ней, сломя голову. И, признаться, я не удивлюсь, если они близки к истине. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». И в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». С вами был Артем Захаров. До встречи!